Это видео я решил посвятить, так сказать, неофициальным названиям мест, домов, магазинов и других объектов в Волхове. Часто подобные упоминания бывают даже более информативнее, чем произношение точного адреса. И первое такое место напрашивается само собой. Это район 7 ветров. Это обусловлено, скорее всего, тем, что здесь такая застройка, и поэтому здесь постоянно дуют ветра, даже в спокойную погоду. Ну, сегодня действительно ветреный день, поэтому я даже не знаю, хорошо меня слышно или нет. Прямо на этом месте когда-то стояла пивнуха, вот именно это место и весь этот район получил это название 7 ветров. Ну, а следующее место, которое я хочу показать, это микрорайон 7D. Хотя это, можно сказать, все же официальное название, так как в годы застройки город был поделен на подобные районы. И почти каждый из них имел подобное название, в том числе и буквенно-цифровые. Подробнее об этом районе я расскажу в третьей серии улиц нашего города. Тут же недалеко располагались и финские домики, которых теперь осталось не так и много. Видимо, их строили финны. Кроме того, во втором Волхове имеется аул, то есть авиационная улица. И слепаки, район возле УПП на улице Ломоносова, так как здесь работают люди с нарушением функции зрения. А это здание из-за того, что оно много лет простояло в заброшенном состоянии, до сих пор называют монолит. Еще во втором Волхове имеются стеклянный магазин, столбы, шайба и тополя, называемые так от того, что фасад этого магазина был полностью стеклянным. А у этого дома в качестве архитектурного решения установлены столбы. Здание этого кафе по своей форме напоминает шайбу, а здесь растет много тополей. И кстати, сам Почиваловский парк, в котором находится так называемая шайба, когда-то был прозван козьим пастбищем, из-за того, что это место было бесхозным пустырем и на него часто заходили козы. Этот детский сад все называют зелененьким по очевидной причине. А если проехать по этой улице, то мы попадем на Воровскую дорогу. Недалеко существует и местечко с названием Керосинка, из-за того, что здесь продавали керосин. Хотя и в первом Волхове существовал в свое время такой же магазинчик. А напротив заводской проходной возвышается Мироныч. Но вот здание бывшего клуба «шестерка» теперь находится в плачевном состоянии и жить ему осталось недолго. Но вот это место между стадионом и рыбоводным заводом называется «Барыгой» до сих пор. Здесь когда-то был деревянный базар или рынок. Ну что-то вроде такого. Сейчас фотография появится. А вот там у реки пристань. Но про это уже мало кто помнит. А вот о магазине «Четверка», что стоял в районе, где сейчас находится «Стройлига», уже совсем почти никто не помнит. Так же, как и о таких народных названиях. «Черный городок». Район бараков без окон с черными крышами из рубероида до земли, времен строительства ГЭС. Пещерным городком называлось место поодаль от бывшего Волховского проспекта, еще до начала строительства ГЭС, где располагались врытые в землю домики, землянки, в которые нужно было спускаться по ступенькам. И если некоторые хоть как-то возвышались над землей, то другие полностью были врыты в нее. А вот там за мостом, вот туда ближе, во времена строительства ГЭС в 20-е годы, называлось так называемое «Горячее поле». Там обитал криминальный контингент в те годы. После войны был здесь и зеленый городок. А на Кировском проспекте стоял двухэтажный дом французов. Этот или наподобие. Можно вспомнить и другие уже современные прозвища мест и зданий, такие как «Глубокие» — место для купания в Халтурино, жаба, то есть жабы, теперь заброшенный, замок, близнецы, армянские ряды, терем и так далее. Теперь по старому мосту переберемся в Первый Волхов, где сразу видим Ильинку, официально названную так чуть более 20 лет назад. А до этого это был парк 50-летия советской власти. Хоть все даже в то время называли его Ильинкой. Тут же встречаем и старую дорогу, Новоладожское шоссе, видимо названную так от того, что она и правда старая и существовала еще до войны. Далее нам встретятся Обитай и Болото, после которых мы попадаем на Лягушкину дачу. Место в районе ДК Железнодорожников, где в свое время почти постоянно слышались лягушкины трели, так как повсюду простиралось болото. И здесь же располагалась так называемая Вошебойка, в пристройке к ДК Железнодорожников для стирки солдатского белья во время войны. Туда, во время авиабомбежки бежали прятаться горожане. Еще где-то здесь находился пятачок, куда в конце 40-х, начале 50-х молодежь бегала на танцы. Ну а это двухэтажное здание с магазинами до сих пор в народе зовется Гюмри. А этот дом называют по-разному. И полтинник, и 50-квартирный, и каменный. Хотя в нем больше 50 квартир. Ну а этот дом возле вокзала все еще зовется Комсомольским. Он не единственный, но первый из них построенный в начале 50-х. А этот некоторые называют Кошкиным, хотя я понятия не имею почему. И напоследок, при выезде из города на территории нового поселка протекает яглов ручей, что впадает в заклюку, который в народе зовется Речка Вонючка, из-за свойственного аромата, исходящего от его воды. Хотя некоторые люди называют его почему-то Березовый ручей. Иногда приходится слышать и такие же организмы, как Октябка, Мурмаши, Вальма и Держинка. Но все же они происходят от официальных названий, поэтому о них в этом видео говорить не буду. Если кто-то из вас знает еще и другие интересные народные названия, можете написать об этом в комментариях под видео на YouTube. Было бы интересно собрать наиболее полный перечень таких неофициальных наименований.